Всем привет! Начинаем цикл уроков для тех, кто только начинает знакомиться с инструментом для создания игр Unity. И начнем с самого нуля. Мы запустим Unity, создадим первый проект, ознакомимся с элементами интерфейса и немного узнаем о файловой структуре проекта. Все уроки будут размещены в одном или нескольких плейлистах на канале iLit, а также на сайте iLit.net. Итак, начнем. Мы будем также говорить о том, что Unity бывает разных версий и с 2019 года для удобства официальная установка Unity предполагает использование Unity Hub, хотя в принципе это не очень обязательно, но мы как раз Unity Hub и используем. Немного позже мы скажем, что это такое, но сейчас я запускаю этот замечательный инструмент для того, чтобы начать работу с Unity. Если у вас еще не установлен Unity, под видео будут размещены ссылки на уроки, где достаточно подробно рассказано, как это сделать. Ну а если вы уже установили, возможно, уже запустили Unity Hub и увидели чистый лист. У вас нет ни одного проекта, у меня проектов много, я их немножечко просто затенила. Что здесь можно сделать? У нас есть несколько разделов о Unity Hub. Я немного рассказывала в уроках, где мы устанавливали Unity. Ну а здесь мы будем создавать новые проекты. И для того, чтобы создать новый проект, нам достаточно нажать на кнопку New. При этом стоит посмотреть, в какой версии у нас создается проект. Здесь я вижу, у меня подсказка «Создается проект в Unity 2019.2.9». У меня стоит несколько разных версий Unity. Это мне необходимо для того, чтобы работать с разными проектами. Если мы хотим создать проект другой версии, нам необходимо нажать не сразу на кнопку New, а на выпадающий список, в котором можно выбрать ту версию Unity, с которой мы хотим работать. Но я начну с Unity 2019.2. Не обращайте внимание на третью цифру. В версиях будет отдельный урок. Важны первая и вторая. 2019.2. На текущий момент более актуальная версия 2019.3. Но версии 2019.2 и 2019.3 немного отличаются, поэтому я буду делать уроки как в одной версии Unity, так и в другой. Итак, выбираем все-таки 2019.2. С этого начнем. После того, как у нас появилось окно приглашения для создания проекта, мы можем обязательно в первую очередь задать имя проекта. У многих начинающих есть такая ошибка, когда остается вот это вот имя по умолчанию New Unity Project. Но когда появляются новые проекты, появляются проекты New Unity Project 1, 2, 3 и так далее. Это не о чем неговорящие проекты, поэтому стоит сразу научить себя задавать достаточно четкие конкретные имена этим проектам. И давайте сейчас я напишу название проекта следующим образом. Unity from scratch, Unity с нуля, иными словами. И напишу 2019.2 для того, чтобы отличать, потому что я буду делать и в 2019.3, как я и говорила. Второе, что необходимо сделать, это задать путь, где у нас будут находиться все наши проекты. Рекомендую создать на рабочем диске папку для проектов Unity и именно в этой папке их создавать. При создании нового проекта Unity также будет создавать новую папку для каждого проекта, поэтому для самого проекта папку создавать не надо, достаточно создать общую папку для всех проектов Unity, просто для того, чтобы это было удобно. И понятно, что лучше это делать на том диске, где больше всего места на рабочем диске для того чтобы указать путь нажимаем на многоточие и выбираем путь на компьютере у меня есть папка unity projects и в этой папке я могу создать тоже новую папку для тех проектов которые будут входить в цикл уроков можно в эту папку войти можно не входить но самое важное нажать кнопку select folder вот мы выбрали путь для наших проектов у кого-то может возникнуть вопрос что здесь вот за кнопки 2d 3d и так далее принципе unity это инструмент который работает с 3d но в нем есть также и возможности создавать 2d игры мы будем говорить и о 2d но пока давайте оставим 3d причем я возьму выберу 3d with extras поскольку здесь есть уже пример проекта с которым нам будет интересно поработать немножко а если просто 3d это пустой проект с этим пустым проектом мы тоже поработаем в одном из следующих уроков и нажимаем кнопку create после этого придется немного подождать пока создастся проект unity осуществляет инициализацию создает необходимые файлы и папки но и загружает все необходимые компоненты в данном случае я выбрала проект с примером поэтому подгружаются и те объекты которые нужны для этого проекта вот загрузился у меня unity и мы видим что у нас уже есть какие-то здесь объекты и мы сейчас с вами сделаем быстро обзор того что у нас есть в интерфейсе unity я не буду рассматривать абсолютно все элементы интерфейса поскольку если это начать делать то мы будем сидеть несколько часов наверное я просто обозначу основные элементы я надеюсь все знают что есть заголовок окна при создании любого проекта и в этом заголовке окна мы также можем увидеть название проекта мы можем увидеть для какой платформы он создан данном случае у нас платформа писи то есть это будет десктопное приложение а также мы можем увидеть в какой версии unity создан данный проект мы к этому еще вернемся когда будем говорить о различных версиях далее у нас следует главное меню из главного меню можно выбрать абсолютно любой инструмент основные элементы мы тоже будем изучать в отдельных уроках далее идут инструменты для работы с объектами сцены и собственно что нам для сейчас наиболее важно это окно сцены так она и называется по-английски сын не ищите интерфейс на русском языке его нет и быть не может и в окне сцены собственно мы можем что-то создавать когда мы что-то сделали в окне сцены мы можем нажать на кнопку play и автоматически у нас станет активным окно game вот то что мы видим в окне game почему мы видим только часть того что у нас на сцене и выглядит это немного иначе мы об этом тоже поговорим немного позже для того чтобы выйти из режима play мы просто еще раз нажимаем на вот этот треугольничек в окно game можно перейти также и не нажимая на кнопку play просто перейдя в это окно в принципе эти два окна можно поставить рядом взять зажать левую кнопочку мыши на название и потащить вот так вот перетащить можно даже вот сделать отдельным окном если у вас есть возможность работать с несколькими мониторами то это самый лучший способ то есть мы редактируем сцену на одном мониторе а результат в окне game видим на другом мониторе то есть сносим его на другой монитор это очень удобно если монитор один но нам необходимо по тем или иным причинам видеть что у нас в окне game то можно поставить окна рядом вот например вот я сейчас пытаюсь его прикрепить вот друг по другом мне не очень нравится вот я хочу сбоку здесь необходимо небольшая сноровка уверяю вас рано или поздно у вас получится поставить окна так как надо если вдруг вы запутались и у вас все окна разбежались то самый простой способ вернуть все назад нажать на кнопку layout и выбрать дефолт вот это все размещение окон по умолчанию есть еще предопределенные layout и так называемое размещение окон где окна размещены немного по раз по другому для разных проектов разные размещения окон бывают полезны их также можно потом переразместить вот например такое размещение бывает наиболее интересным и удобным но опять же это зависит от проекта поэтому сейчас я ничего абсолютно ли не рекомендую давайте нажмем дефолт чтобы было все таки все понятно итак у нас окно сцены на сцене у нас находятся игровые объекты которые мы можем выделять мышкой что-то с ними делать но что мы можем с ними делать и как это мы рассмотрим в следующем уроке итак у нас есть окно сцены у нас есть окно game окно игры у нас есть кнопка play она же если она зажата то она становится кнопкой стоп у нас есть главное меню кнопки для работы с объектами на сцене которые мы рассмотрим буквально в следующем уроке и также у нас есть еще окно иерархии в котором все объекты которые на сцене перечислены в иерархической форме также есть окно project где мы видим все файлы и папки которые относятся к проекту и сейчас мы откроем папку на диске и посмотрим как выглядит файловая структура проекта и так используя например проводник windows либо любую другую программу для просмотра файлов и папок на компьютере если допустим вас macos там другая программа либо вы используете какие-то другие утилиты мы заходим в папку где у нас хранятся все проекты в данном случае у меня на диске d есть папка unity projects и в ней в ней я создала from scratch папку для уроков и вот у меня папка как я и говорила которую создал сам unity папка проекта одноименная папка с именем проекта который я создавала если мы в эту папку сейчас войдем то мы увидим систему папок которую unity сам создает здесь каждой папке есть необходимые файлы мы сейчас не будем рассматривать для чего они нужны но самое важное главное что здесь имеется эта папка assets вот в этой папке хранится и отображается все то что у нас есть в окне project в unity но работать с этой папкой все равно необходимо из интерфейса unity поэтому я всего лишь показываю файловую структуру для чего например вы захотите перенести свой проект на какой-то другой компьютер например вы учитесь на более мощном компьютере а потом хотите как-то это сохранить вы можете найти папку проекта упаковать ее в архив и спокойно куда угодно перенести или сделать backup к примеру либо вы захотите сделать копию этого проекта для того чтобы получить новую версию так тоже можно сделать мы будем также рассматривать и другие способы переноса элементов проекта или всего проекта но об этом немного позже итак на этом мы закончим наше введение в unity первый наш старт повторю мы изучили основные элементы интерфейса далеко не все вы видите что есть еще другие окна и мы не рассмотрели на ни одного инструмента мы это сделаем следующих уроках подписывайтесь на канал аэлит следите за обновлениями присоединяйтесь к изучению этого замечательного инструмента всем успехов